За что Байжанову дали 4 года тюрьмы? Действия или бездействия, они должны караться. Стукачить, докладывать, ты что ли, петух. Я не знаю, как бы я себя повела. Равнодушие не уникальная черта казахстанцев. Человеческая жизнь стоит на первом месте. Это нужно менять систему ценностей. Пока тебя это не коснется лично, это не твоя проблема. Привет, это Айран. За что Бахаджану Байжанову дали 4 года тюрьмы? Мог ли он спасти Салтанат Нукенову? Почему этого не сделал? И нужно ли сажать за равнодушие? Подпишитесь на Айран, здесь мы обсуждаем важное. Убийство Салтанат Нукеновой стало новой точкой отчета в казахстанском обществе. В стране с новой силой заговорили о бытовом насилии, криминализировали побои, а юристы, социологи и психиатры по косточкам разобрали убийцу Бешимбаева, в том числе и в научных целях. Но мы в редакции считаем, что про Байжанова тоже стоит поговорить отдельно. Какую роль он сыграл в трагедии Салтанат? Что он должен был сделать и чего не сделал, чтобы спасти женщину? Юридически его поступок считается преступлением, укрывательством. Только сам-то он понял, что совершил. Байжанова Бахчана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении Уголовной исполнительной системы средней безопасности. Осужденный Байжанов, у вас имеются вопросы по приговору суда? Да, имеется. Прошу. Ну и честно, вот за что, вот, да, 4 года мне? Вердиктом суда с участием присяжных заседателей, с учетом голосования, было принято такое решение. Ну ладно. Вы, как только получите копию приговора, в течение 15 суток имеете право его обжаловать. Хорошо. Ну, невидного человека там. Ну, в первую очередь, это сигнал, что равнодушие, а вот всегда убивает. Поэтому не оставайтесь равнодушными, потому что вы точно так же можете оказаться москазными. Мне кажется, что это очень справедливый приговор. 4 года, потому что его равнодушие, зная, в каком состоянии находится салтанат, он оставался к этому равнодушным. Он не только оставался равнодушным, но он еще и следы преступления пытался искрыть. Значит ли это, что мы не имеем права пройти мимо, когда обижают ребенка, даже если это делают его родители, или за стенкой дерутся соседи, даже если это муж с женой? Что стоит делать в таких случаях, и несем ли мы ответственность за тех, кто оказался в беде, а мы прошли мимо? Почему вместо того, чтобы помочь жертве насилия, порой даже близкие отговаривают писать заявление, чтобы не случилось скандала? Вот, например, бывшая жена района Ваакима от Раусской области в эксклюзивном интервью Айрану рассказывает, как подруги советуют ей, избитой, не заявлять на мужа и не портить ему карьеру. Похожие ценные советы давали и другим покалеченным героиням последних публичных заявлений. Он мне разбил нос, то есть это вот самое такое было жестокое прям, да, избиение. Кровь из носа прям вот фонтаном просто, да, он не останавливался. Я вот стояла в руках с шестимесячным ребенком и не знала просто, что делать мне, да. Девочки приехали до скорой помощи, до милиции, и одна из них, то есть она была женой его друга, она начала меня отговаривать, да, Ахмарал, давай ты не будешь этого делать, давай мы не будем открывать дверь, подумай о его карьере, сейчас это вообще будет ужасно, его уволят сразу же. И я ответила, девочки, я так не могу. Ну, я пригрозила, что если он не перестанет употреблять, то я его сдам сотрудникам полиции, вследствие чего и начались эти побои. Но его мама, его родственники, тетя в том числе родная, они пришли, попросили меня вернуться, и сказали, что сделают все возможное, чтобы его вылечить и поставить на правильный путь. Я ждала ребенка от него на тот момент. Вот это увяд казахская еще плюс сыграло. И я вернулась, через какое-то время, видимо, у него произошел срыв, и он опять стал избивать. Итак, нужно ли вмешиваться в чужие конфликты? Помогаем ли мы таким образом или делаем хуже? И кем оказался Байжанов рядом с умирающей Салтанат? Равнодушным или трусом? Абахаджану Байжанову дали 4 года за укрывательство преступления. Вот как вам кажется, Ахмаржан, на ваш взгляд, вообще он осознал свой проступок? Вообще, как вы оцениваете его реакцию на приговор? Я думаю, что его реакция на всех не удивила. В течение всего процесса он говорил о том, что ничего плохого он не сделал, он не понимал, он просто выполнял поручение, которое ему давал его старший брат, и что он воспитан в таких традициях, и беспредкословно просто всему подчинялся. И последняя его реплика, что за что винного осудили, она подтвердила именно его позицию, что он вину свою в итоге не признал. Сказать, что он осознал или не осознал, это будет лукавством. Почему? Потому что судить исключительно по внешней реакции, судить его по внешним каким-то признакам, таким как движение глаз, якобы поведение эмоций на лице, может быть, человек очень хорошо себя контролирует, или наоборот. И поэтому принимать решение исключительно по обложке и судить о книге, по её названию, на мой взгляд, не совсем верно. Осознал или не осознал, покажет время. Но видите, когда он получил приговор, и помните его реплику, что невинного человека осуждают, он совершенно не осознаёт то, что он должен был сделать, и свою ответственность за то, что Салтанат фактически погибла, и из-за него в то же время. А вообще соразмерно ли ему дали срок к соразмерной ли его преступлению? Да, на мой взгляд, срок был действительно соразмерный и справедливый. Учли наличие у него малолетних и несовершеннолетних детей, поэтому ему даже смягчили, с учётом того, что он уже отсидел полгода в СИЗО, и это будет рассчитано как день за полтора, то где-то через год и два-три месяца он может подать на УДО. И я надеюсь, что это будет уроком для многих наших граждан, для того, чтобы они осознали уровень своей ответственности, что если кто-то вас просит совершать какие-то незаконные действия, и вы идёте у них на поводу и совершаете их, будьте готовы к тому, что вам придётся внести потом такую ответственность. Жанна Разбахова, комментируя приговор Байжанову, заявила, что вот пример, собственно говоря, наглядный того, что равнодушие убивает. Как вы считаете, вообще вот кейс Байжанова, он сможет как-то кардинально изменить отношение об этом в обществе? На мой взгляд, нет. Почему? Потому что... Ну, давайте так. Все же помним кейс с мальчиком из села Абай, которого из Южно-Казахстанской области. Очень громкая история, очень громкие события. Что-то изменилось в нашей системе? Что-то поменялось в нашем мировосприятии? Наверное, нет. Сколько убийств происходит, сколько грабежей, краж и других преступлений. Вот мы, услышав об очередном преступлении в ужасе, прямо что-то меняем в себе, на мой взгляд, вопрос лежит чуть-чуть в другой плоскости. Жанна лишь подтвердила и конкретизировала случай, но который лишь, скажем так, один из тысячи, один из закономерностей. Что поменять, это нужно менять систему образования, это нужно менять философские установки в обществе, менять систему ценностей. А это процесс, который не за один и не за два года делается. На некоторые изменения уходят десятилетия. И сам кейс Бешимбаева и кейс Байжанова однозначно будут иметь положительный эффект. И я думаю, что наше общество изо дня в день меняется, и вот такие громкие дела, они вскрывают, возможно, для кого-то скрытые моменты, вещи. И завтра, оказавшись в какой-то подобной ситуации, у этих людей будет пример того, что если я буду бездействовать, за это меня могут наказать. Я думаю, что, конечно, каждый из нас в душе решает сам, но с точки зрения общества это должно считаться, если не преступлением, то правонарушением, потому что действия или бездействия, они должны караться. И если ты был единственным человеком, который видел эту жертву, и ты понимаешь, что ты был единственным, и понимаешь, что её состояние было ужасным, то ты обязан сообщить об этом. И если ты не сообщил, ты всё-таки будешь нести ответственность. Как вообще вы оцениваете в целом степень равнодушия в нашем обществе? Многие ли готовы помочь другому, если видят, что вот кого-то обижают, когда слышат, как за стенкой муж бьёт жену? Я очень серьёзно изучала вопрос буллинга в школах, и могу сказать, что всё это зарождается именно там. Я говорила про это и писала о том, что вот эти равнодушные наблюдатели молчаливые, которые вроде бы как не принимают участия в самом процессе травли, не дерутся, не оскорбляют жертву, но просто наблюдают, и с их молчаливого согласия происходит всё это, вся эта травля и буллинг, и насилие. И я могу сказать, что вот эти дети, которые были свидетелями этого насилия в школе, они потом вырастают и такими равнодушными, и бездействующими взрослыми. Поэтому количество таких людей, оно большое, к большому сожалению нашему с вами. Но людей, которые реагируют, которые всё-таки подключаются и встают на защиту слабого и пострадавшего человека, они всё равно есть. Поэтому я думаю, что в конце концов многие, знаете, задумываются ещё и о своей какой-то безопасности. Многие начинают руководство тем, что я не хочу лезть в чужую семью или быть причиной проблем другой семьи. И правда, мы знаем много моментов, когда вмешательство кого-то оказывалось, играло против него. Равнодушие — это не уникальная черта казахстанцев. Это не уникальное явление, присущее только нашей стране или только странам бывшего СССР. Равнодушие, оно есть по всему миру. И говорить о том, что только наше общество равнодушно или равнодушно только выход с определённых слоёв населения или определённых стран или наций — это в корне неверно. У равнодушия есть чёткие понятия, из-за чего оно появляется. И психологи, воспитатели в том числе говорят о том, что есть определённые психологические механизмы. Человек стремится, во-первых, избегать конфликта. Он максимально пытается выжить. Тогда любой человек стремится избежать какой-то конфликт, и у него есть страх за персональную безопасность и страх за безопасность своих близких и родных. Поэтому нежелание вмешиваться куда-либо, оно так или иначе будет присутствовать во всех у нас. Вторая — это история выученная беспомощность. Это очень легко демонстрируется на примере «человек против государства» или «потребитель против корпорации». Административные возможности государственного аппарата, финансовые возможности, корпоративного механизма, они несоизмеримо больше. И поэтому у людей есть такая выученная беспомощность. Зачем дёргаться? Зачем пытаться бороться с механизмом, который тебя всё равно съест? И история Советского Союза. Сколько бы ты ни был диссидентом, сколько бы ты ни был осознанным гражданином и так далее, система партийная, участковая, и в каких-то случаях даже медицинская, психиатрическая, когда тебя засовывают в психушку и насильно там держат, пока ты не поменяешь своё мнение, в том числе пеницитарная система, когда людей сажают за неугодное мнение, всё это опять же подтверждает правильность выводов психологических механизмов самозащиты. Зачем я буду в это лезть, если это угрожает персонально мне? Да, а вот если мы говорим о корнях данной проблемы, в советское время вообще, кто помнит, может быть, стучали, скажем так, все и на всех, и там, конечно, была немножко другая ситуация, но не отложили ли свой отпечаток вообще вот те годы, ну, назовём их годы стукачества, на людей сегодня? Вообще, что пожаловаться на агрессивного соседа, это вот сродни вот чему-то плохому, негативному, что-то такое вот. Ну, я бы, наверное, сравнила бы стукачество с ложным донесением, да, и мы должны опять же понимать, что ложное донесение – это тоже правонарушение, и никто не имеет права ложно обнять кого-либо в каких-то преступлениях. Поэтому мы должны здесь осознавать, что это разные вещи, ложный донос, да, и действительно заявлять о преступлении, свидетелем которого вы их дали. Для кого-то вообще пойти и ударить своего ребёнка не является каким-то осуждаемым поступком, да, многие даже приветствуют насилие в воспитательных целях. Они так это и называют. Вот в деле убитого мальчика Ханторе, его отчим обвиняется в убийстве, сейчас идёт судебный процесс над ним. И он уже заявил, что я применял физическое насилие в воспитательных целях. Это в отношении четырёхлетнего ребёнка. В итоге это воспитательные его меры привели к тому, что ребёнок умер от разрыва внутренних органов. Здесь нужно понимать, да, допустим, что вы, ваш внутренний ценз, что вы допускаете, чего вы вообще не приемлите. И многие даже те же полицейские заявляли, что когда женщина становится жертвой бытового насилия, она же потом забирает своё заявление, и мы не можем ничего сделать. В итоге те, кто заступает за эту женщину, наоборот, привлекаются к ответственности за нанесение побоев или хулиганства и так далее. Поэтому, конечно, такие моменты есть, они имеют место быть. И, возможно, вот какое-то такое правовое воспитание. И культура не навредить другому, она должна у нас присутствовать. Я всё-таки считаю, что вмешиваться нужно. Даже включив камеру и сказав, что сейчас вы нарушаете закон, я это фиксирую, и надо будет обращаться в полицию, вас привлекут к ответственности, уже даже это может человека остановить. Явление стукачества – это лагерные понятия. К сожалению, лагерная система отложила неизгладимый отпечаток в головах людей. Ну вот какие-то слои общества есть же, которые мыслят такими понятиями. Да, по-моему, все слои общества мыслят этими вещами. Стукачить, докладывать, то есть что ли петух, красный, чёрный и так далее. То есть это лагерная культура, которая поглотила, по сути, всю страну. Нету там слоя интеллигенции, который бы не сталкивался с этим, не сидел и не погрузился в это. Поэтому у нас отношение к донесению о преступлении, оно такое негативное. Мы считаем, что иметь дело с правоохранительной системой – это плохо. И стукачить, доносить на своих – это ненормально. Тогда как европейская, американская, в том же числе правовая система и воспитание, и те же самые ценности, они гласят «see something», «say something». То есть увидел что-то, скажи об этом, не молчи, рассказывай. Давайте ещё один такой нашумевший случай проговорим. Вот это случай Карины Мамаш, жены бывшего советника посла в Эмиратах. Вот она заявляла о насилии в семье. Ещё она рассказала, что сотрудники посольства, увидев её избитую, отказались везти к медикам, опасаясь скандала какого-то. Знаете, что самое страшное? Что наши коллеги не хотели выносить. Ну, естественно. Потому что, когда мы ждали консула, мне было очень плохо. Мне нужна была медицинская помощь. Никто не помог. Они не разрешили, не захотели меня отвозить в госпиталь. Потому что там сразу бы пошли полицейские, бы это всё зафиксировали. Вот так. Просто если бы со мной там что-нибудь случилось бы, сделали бы как несчастный случай. Сама. И это всё бы заняли бы. Почему, на ваш взгляд, репутация и какие-то страхи выше, чем здоровье, а иногда даже жизнь человека? Я предполагаю, что это было сделано именно для того, чтобы скрыть это преступление против женщины. А также, к сожалению, вот это вот наше основное занятие, когда мы всем обществом пытаемся казаться, а не быть. Допустим, многих очень сильно печалит тот факт, что Казахстан стал во всех таблоитах номер один благодаря делу Бешимбаева. То есть это такой не самый лучший повод для пиара, но тем не менее мы оказались во всех СМИ, журналах с убийством Султана Атмукьяновой. И здесь тоже сам советник, дипломат, человек, который представляет интересы страны за рубежом, человек, который должен оказывать всяческую поддержку, помощь, защищать права граждан, находящихся на территории этого зарубежного государства. Что он делает? Он нарушает права совершать преступления против своей супруги. И все остальные, кто пытался Карину отговорить, скрыть это дело, я думаю, что они все боялись просто наказания и ответственности, которая может лечь на их плечи. У нас нет какого-то разъяснения людям о вот этой системе ценностей, об иерархии ценностей, что человеческая жизнь и человеческое здоровье всё-таки стоят на первом месте, и что никакая репутация, никакое твоё рабочее место, сохранение твоего рабочего места в посольстве или в какой-то компании. Ведь это очень свойственно тому, что часто человек даже видит все эти безобразия, которые творятся, и он боится об этом говорить, просто чтобы не потерять рабочее место, просто чтобы не потерять, чтобы о нём его потом не допекали, чтобы начальство его не уволило, чтобы на него не сказало. На нём не сказались все эти отношения. Да, это проблема просвещения, это проблема и юридической ответственности, и она должна быть хорошо прописана в законе, и она должна быть разъяснена. Вот, мне кажется, Бешампоевский суд, он как бы и послужил тому, что теперь многие и мужчины, и работники, и женщины, то есть люди будут задумываться о своей ответственности именно в этом ключе, что нельзя проходить и нельзя проходить мимо. Это не то, что равнодушие, это даже, я бы сказала, это такая подлость, это какой-то страх из-за своих личных интересов оставлять человека без помощи. Опять же, вопрос ещё раз ценностных установок и воспитания. Что у людей в историческом опыте? Если они видят, что руководителю плевать на твоё здоровье, если они видят о том, что их прямое или непосредственное начальство оценивает больше какую-то преданность, стремление сохранить честь мундира, какие-то корпоративные больше ценности, то в отношении уже и с другими людьми они будут эти ценности максимально придерживаться и транслировать. Поэтому репутация, ну, мнимая репутация ведомства, мнимая репутация какого-то государственного органа или честь мундира для них порой оказывается гораздо важнее, нежели чем здоровье и жизнь человека. И это в том числе показатель культуры и показатель здорового мышления, то есть что мы ставим для себя в первую очередь самым главным. Да, вот одно время было много смеха над переводом «Звездных войн», там, где два джедая выступают против определенного количества противников, и в переводе фраза звучит так, что силы равны, надо отступать. И граждане Советского Союза говорят, ну как так, у нас принято стоять до конца, умри, но защити и так далее и тому подобное. Ценности. Если на Западе жизнь человека важнее и есть возможность отойти и сохранить жизнь, это правильно. В нашей идеологии было «подари свою жизнь» — это высшая награда, что ты можешь сделать для государства. «Умри, но сделай», да, по самопожертвованию. И ценности государства ставились превыше ценности человека. И, следовательно, в таком обществе мы не ценим чужую жизнь. Если мы своей жизнью готовы пожертвовать, что для нас жизнь другого человека? Вот про простые случаи, опять же, не могу не упомянуть. Вот этот случай в подъезде в Алматы недавно мужчина избивал женщину, а вот двое просто ждали лифта и за этим молчаливо наблюдали. Вот в комментариях многие тогда требовали привлечь не только этого мужчину, но и тех вот этих вот зрителей, назовем их так, которые не помогли жертве. Вот как вы считаете, за подобное нужно наказывать таких людей? То есть я говорю, естественно, не только про мужчину, который, да, избивал, а про тех, кто стояли. У меня было ощущение, что это были подростки. И если бы они вмешались в это дело... Ну, опять же, смотрите, да, этот мужчина взрослый. Он видел людей вокруг себя. И тем не менее, это его не остановило ничего для того, чтобы наброситься и наносить побои на свою бывшую супругу. И здесь винить кого-то, что они не вмешались, вот у меня не поднимается рука, потому что я не знаю, как бы я себя повела. В моём случае было такое, что я зашла в тамбур подъезда и увидела девушку, лежащую на полу без сознания. А до этого мне навстречу вышел мужчина. Я начала сразу же пытаться привести её в чувство, нащупала пульс. И этот мужчина вернулся. Он говорит, всё-всё-всё, не переживайте, я сам займусь, всё в порядке с ней. Я от него не отстала, я шла с ним рядом. Я говорю, сейчас поднимемся, я вызову скорую, я вызову полицию. И когда уже мы подошли к их двери, открыла дверь её мама, я убедилась, что она выпала в руки к своей матери, и что в действительности она очнулась, сказала, девушка со мной всё в порядке, только тогда я отошла. Но этот мужчина не был агрессивен, и он не был настроен агрессивно. И поэтому здесь, конечно, эти двое парней, они были бы, наверное, вместе сильнее, но заставлять кого-то за кого-то заступаться, вот, к сожалению, мы не можем. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей вмешивалось и защищало, потому что эти агрессоры, когда видят, что есть какое-то противостояние, для них это не имеет значения. Но когда вот мужчины остаются равнодушными и ничего не делают, мы с этим сталкиваемся постоянно. Мало того, что мужчины приезжают в правоохранительных органов, как в случае с убийством матери троих детей в Казгарде, когда её супруг на день её рождения забил её до смерти, и полиция приезжала, помогла ему же погрузить её в машину и отправили домой. То есть если бы на тот момент они бы забрали его в полицейский участок, хотя бы три часа бы там его поддержали, эта женщина бы успела приехать домой, забрать детей и уехать своим родителям. Но, к сожалению, здесь вот явное вздействие представителей правоохранительных органов, и одного из них привлекли к ответственности. Естественно, многие считали, что это несправедливо, хотя я считаю, что это более чем справедливо. У меня вчера была ситуация. Я захожу в супермаркет, и прямо на входе вижу чёткий удар в лицо. Один подросток бьёт другого. У подростка течёт из носа кровь. Я сразу же вмешиваюсь в ситуацию и вызываю полицию. И через какое-то время получается так, что выясняется, что дети на самом-то деле игрались, и один из них не рассчитал силу удара и нанёс удар своему другу, как он это объяснял. Но из-за того, что как ему показалось, что я зря вмешался в эту ситуацию, 16-летний ребёнок начал, условно, бросаться на меня, пытаться вывести меня на улицу, чтобы поговорить со мной и попытаться подраться. Звучит смешно. Мне 43 года, я должен разбираться с 16-летним подростком, но фидеология такова, что он размером с меня. И вот где здесь правда? Какую реакцию мне нужно проявить? Что я должен сделать? И здесь можно рассуждать дворовыми понятиями, можно рассуждать понятиями зоны, можно рассуждать понятиями закона и цивилизованного сообщества. Вот мы для себя, каждый, должны принять, какими ценностями мы живём и в соответствии с какими ценностями мы поступаем. Я знаю, что в Европе есть специальные службы, во всяком случае я читал, что вот куда люди могут звонить, чтобы сообщать о фактах насилия у соседей. То есть вот там бьют ребёнка, кошку мучают, там муж опять же избивает жену. Многие считают своим долгом об этом сообщить. Вообще, как вы оцениваете такую опцию? Нужна ли, на ваш взгляд, она и Казахстану? У нас эта опция имеется на данный момент. Сейчас ещё разрабатывается очень много приложений платных для женщин, детей, неважно даже для мужчин. То есть в момент, когда вам есть какая-то угроза вашей безопасности, вы можете нажать на СОС-кнопку, и к вам приедет первое же охранное агентство, которое находится недалеко от вашей диалогации. Я считаю, что это очень классная такая идея, реализуется она нашими стартаперами. и заявляете о том, что что-то происходит в вашем окружении у вас на глазах. Есть такая возможность в Казахстане? В любом случае, вы можете позвонить в полицию и заявить об этом. Ну, знаете, у нас одна из глубинных причин, которые не на виду, это система отчётов. То есть у нас зарплату, работу, карьерные продвижения в системе правоохранительных органов оценивают по определённым показателям. То есть поступило 10 заявлений, раскрыл ты 10 уголовных дел, всё, значит, ты молодец. Если ты не раскрыл, а раскрыл всего лишь 2 или 3, значит, ты плохой, и звания ты не получишь, и премии тебе не будет. И система, сотрудники этой системы пытаются максимально выжить в этой истории. Понятно, что это попытка управлять качеством раскрытия уголовных дел, пресечения преступности и так далее. Но это же влияет на то, как сотрудники полиции реагируют на жалобы. То есть шумит сосед за стенкой, кричит женщина, там, слышится, что идёт драка. Хорошо, ты вызываешь. Приедет полиция, дальше что? Но будет заявление, будет подтверждение этого факта. Может, они зря приехали. Может быть, это телевизор громко работал. То есть всё это давит на гражданина. Я не говорю, что это не нужно делать и не оправдываю там бездействие. Я лишь показываю, как срабатывает система. И в дальнейшем полицейские, чтобы минимизировать уровень своего труда, им платят не за количество времени, которое они тратят на раскрытие, или предупреждение, или профилактику. Им платят чуть-чуть за другие показатели. И пока мы эту систему показателей не поменяем, мы будем иметь проблемы, с которыми сейчас сталкиваемся. И как следствие, как раз-таки и появляются различного рода кризисные центры, и появляются различные службы, которые так или иначе пытаются поменять эту ситуацию. Давайте обобщим. Вообще, как преодолеть обществу этот порог равнодушия, когда человек ответственен не только за себя, но и за другого? Только ли статья в Уголовном кодексе может решить данную проблему? Я как-то читала одно исследование, опросили определенный круг подростков в Японии и в Америке, и задали им один-единственный вопрос. Что вас остановит от повышения насилия? Практически 100% подростков в Америке ответили, что они боятся быть пойманными и боятся наказания. И практически также 100% подростков в Японии ответили, что они не будут совершать насилие в отношении другого человека, только потому, что они не хотят ему навредить. У нас сейчас очень часто поднимается вопрос нашей национальной идентичности, о казахских традициях. И никогда не было такого, чтобы человеческая жизнь на нашей большой земле так низко ценилась, как она ценится сейчас. Я уверена, что образование, повышение уровня культуры у людей в больших городах есть возможность провести свой этот слух как-то, сходить в театр, кинотеатр, посетить какие-то концерты, выставки. В отдельных регионах, отдаленных регионах такой возможности у людей нет. Идет какая трансляция? Трансляция эгоцентризма, потребительства. Ты должен быть успешным, богатым. Потребляй как можно больше, и это принесет тебе счастье. К сожалению, такая идеология ведет к какому-то обескультуриванию, обесчищиванию, наверное, нашей нации. И когда каждый думает так, вот мне, например, задают такой вопрос, почему вы занимаетесь вопросами насилия, вы сами пережили такое. То есть у нас считается так, что пока тебя это не коснется лично, пока ты сам не окажешься в такой же ситуации, это вроде бы как мне твоя проблема. Я понимаю, что жертвы насилия лучше всего поймут другую жертву, потому что она оказалась в такой же ситуации, и они знают, как это больно, как это бывает в состоянии отчаяния, безысходности и так далее. Но я как человек, который находится рядом, который в принципе благополучная, безопасная жизнь, я чувствую, что мое молчание и есть соучастие. А как бы вы поступили на месте Байжанова? Только честно, делите своим мнением в комментариях, подписывайтесь на iRUN, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Давайте обсуждать важное вместе. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи Кьюар на экране или по ссылкам на Патреон и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно. Субтитры создавал DimaTorzok